Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. 2017 объявлен в стране годом экологии. О том, какая экологическая обстановка сложилась в Самаре и что делается для того, чтобы противостоять загрязнению, расскажет руководитель управления охраной окружающей среды Департамента благоустройства и экологии Самары Андрей Христов. Здравствуйте, Андрей Сергеевич! Добрый день! Итак, как же можно оценить сегодня экологическую обстановку в нашем городе? Я бы хотел отметить, что обстановка в нашем городе более чем удовлетворительная. Существуют, наверное, какие-то рейтинги даже по стране? Да, действительно существует такой рейтинг. И хотел бы отметить, что по последнему рейтингу, который проводит Министерство природных ресурсов по Российской Федерации, наш город занял 23 место. Хотел бы отметить небольшой, но рост в части количества по городам. И если у нас в 2013 году было 26 место, в 2014 было 25 место, то в этом году по итогам, опять же, результаты этого рейтинга мы заняли 23 место. А что улучшается? Какие параметры? Вот если мы так продвигаемся активно? Или в целом оценивается это? Там рейтинг оценивается по семи критериям различным в области обращения с отходами, в области обращения с водными объектами, воздушная среда, энергосбережение и управление охраной окружающей среды, еще по другим направлениям. А что самое тревожное в таком случае? Вот над чем сегодня предстоит больше всего работать? Самое тревожное, на мой взгляд, это то, что у нас имеется, к сожалению, это первая часть, все-таки несанкционированное складирование отходов, отходов производства и потребления. Это загрязнение воздушного бассейна. У нас имеются превышения по аммиаку, имеются превышения по форму альдегиду. Здесь бы хотел отметить как субъективный, так и объективный фактор, потому что основным источником загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт. То есть больше 70% загрязнения атмосферного воздуха является выбросы автотранспорта. Рост количества единиц техники ежегодно, он присутствует. Уже сейчас порядка 500 тысяч единиц техники у нас зарегистрированы на территории города Самара. И как часто вот эти экологические параметры, экологические безопасности измеряются, замеряются, оцениваются? Это тоже хотелось бы знать. Здесь это функция федеральных органов исполнительной власти. У нас на территории как города Самара, так и Самарской области это осуществляет Самарский центр по мониторингу окружающей среды и гидрометеорологии. Соответственно, там есть своя программа, есть пункты как стационарных по мониторингу атмосферного воздуха, так и передвижные пункты. Периодичность их по методике это два раза в день на данный момент. Значит, у нас порядка 15 пунктов таких, и в соответствии по этой программе, по 10 ингредиентам осуществляется мониторинг. Да, ну довольно часто, два раза в день это достаточно часто. И хотелось бы узнать, по каким направлениям работает ваш департамент, вот именно в части экологии. Какие направления сегодня актуальны вообще реализуются? Достаточно средств, потому что это год экологии, и хотелось бы надеяться, что больше средств выделится на решение таких проблем. Функции администрации городского круга Самара действительно в сфере экологии и охраны окружающей среды осуществляет наш департамент, департамент городского хозяйства и экологии. Здесь работа наша направлена, скажем так, по двум направлениям. Это непосредственно организация мероприятий по охране окружающей среды, где, наверное, я бы хотел выделить организацию работ в области обращения с отходами. И вторая часть работы нашего департамента – это осуществление надзорных функций. Функции надзора за экологическими правонарушениями в сфере обращения с отходами, в сфере загрязнения атмосферного воздуха и водных объектов. Вот если к надзорной деятельности подойти, какие-то есть усовершенствования? Новые технологические новинки, которые используются? Говорили много про камеры, что нужно устанавливать чуть ли не повсеместно, фиксировать и так далее, чтобы потом легче было отставить свои права даже в суде. Действительно, достаточно серьезные работы в этой части проводятся в части усовершенствования материально-технических базы. Потому что одно из направлений работы – это непосредственно фиксация правонарушения. И при составлении протокола необходим ряд доказательных документов. Да, такая доказательная база должна быть. Да, серьезная доказательная база. Причем, если наш протокол инспектора, который составляет, он потом идет на рассмотрение в профильное министерство. И здесь этот протокол рассматривается буквально под лупой. Хотел бы отметить достаточно серьезный уровень наших инспекторов. 99% тех протоколов, которые мы направляем на рассмотрение министерства, они приходят с результатом. То есть правонарушитель, на которого составлен протокол, он привлекается к административной ответственности. В виде либо непосредственно административного штрафа. Штраф, хотел бы тоже отметить, что на должностное лицо по обращению с отходами штраф от 10 до 30 тысяч рублей, на юридическое лицо от 100 до 250 тысяч рублей. Помимо этого, я уже сразу разовью тему по обращению с отходами. Уже третий год мы совместно, опять же, со специалистами министерства осуществляем расчет вреда, нанесенного на окружающей среде. А в частности, почве, как объекту природной среды. Здесь хотел бы отметить, что уже уровень, скажем так, в финансовом плане достаточно серьезный. И если мы, опять же, не договорил, что физическое лицо штраф от 1000 до 2 за экологическое пронушение, в том числе за несанкционированные складированные отходы, то размер вреда, рассчитанный по определенной методике, здесь уже исчисляется десятками, а то и сотнями тысяч рублей. И в каждом случае вред разный, да? Да, вред разный, исходя из того, я уже на предыдущих передачах говорил, исходя из того, какой объем отхода размещен в несанкционированном месте, в каком агрегатном состоянии, какой класс опасности и непосредственно где находится тот земельный участок. Мы можем понимать, что это может быть и какая-то водоохранная зона, особо охраняемая природная зона, либо это может быть лесной какой-то массив, где коэффициент увеличивается и сумма ущерба возрастает. А вообще количество таких свалок, когда водители сбрасывают мусор в неустановленных местах, оно увеличивается или нет? Вот как вы за этим следите, чтобы тоже проанализировать, несмотря на то, что и штрафы большие, и там всевозможно теперь следите всякими способами за ними? Проблема эта существует, к сожалению, и на сегодня еще до конца не решена. Еще раз хотел отметить снижение, но на сегодня такие случаи и факты фиксируются. Много случаев предотвращается, когда наш инспектор просто предупреждает, что здесь нельзя складировать, потому что часть водителей, ну, наверное, по незнанию, а может быть, это у них такая, скажем, легенда, что они якобы не знают, где это сбрасывать. Хотя все прекрасно понимаем, что и, наверное, ряд передач на это настроены, что отходы, которые образуются, в том числе и грунт, это тоже является отходом, должны размещаться на полигонах. А насколько вот Самара обеспечена вот этими полигонами для того, чтобы не было никаких проблем со складированием этого мусора? По законодательству в черте городского округа не положено, не должны размещаться такие полигоны, они должны быть за чертой городского округа Самары. На сегодня по периметру на территории Ложского, Кенельского районов, Красноярского районов такие полигоны есть. Емкость их вполне достаточна для того, чтобы принимать отходы от деятельности как юридических лиц, так и граждан на протяжении определенного ряда лет. А как за это нужно платить, да, поэтому вот нелегальные, да, вот эти свалки? Соответственно, здесь, как вот я вижу ситуацию, где-то, наверное, в процентном соотношении, почему возникают эти свалки. Это, наверное, 10-15 процентов вследствие того, что люди недостаточно воспитаны и образованы в этом плане. Вот мы говорили, да, дачный массив, мы видим, что сосед дачник, он может не положить тот же кулек с мусором, да, отвезти на свою контрольную площадку, а вынеси на ближайший овраг, да, или... Да просто выбросить по дороге даже, вот буквально. Ну, хотел бы отметить все равно, что таких случаев раньше было больше. Сейчас они хоть и есть, но, в принципе, они единичные. Да, ну, вот это приятно. Но они есть, к сожалению. Какая-то информация. И еще одна такая же, с моей точки зрения, позитивная информация о том, что беспилотники, квадрокоптеры сейчас используются уже, да, для того, чтобы видеть вот эти места нелегальных свалок и предотвращать. Да, буквально на прошлой неделе у нас, скажем так, первая ласточка запустилась, в прямом переносном смысле. Был использован этот летательный аппарат, который находится на сегодня на балансе Национальной гвардии. По поручению главы были сделаны соответствующие запросы и были достигнуты эти договоренности. Вот мы сейчас посмотрим сюжет, и я хотела сразу уточнить, в дальнейшем он будет использоваться? Или вот не останется он первой ласточкой, чтобы это все было в системе? Я в развитии потом расскажу. Хорошо, ну давайте посмотрим, а потом продолжим. Беспилотный летательный аппарат готовит к запуску. Сегодня ему впервые предстоит выслеживать нарушителей чистоты и порядка. Грузовики, которые выгружают кучу мусора, где придется, образуя тем самым несанкционированные свалки. Запускают беспилотник со специальной катапультой. Она работает по принципу рогатки. Беспилотный аппарат может летать в воздухе без перерыва 2,5 часа. Рабочая высота от 350 метров. Но даже при такой низкой высоте заметить земли его практически невозможно. Зато сам аппарат видит и фиксирует все. Беспилотник способен передавать видеонаблюдение в режиме реального времени. От него не скрыться даже под покровом ночи. Встроенный тепловизор снимает и в темноте. Внимание, высоту набрал 350 метров. Ухожу на точку работы. Принял, обождаю тебя. Беспилотник работает в радиусе 50 километров. И выгрузка отходов незамеченной не пройдет. Данные про нарушение мы фиксируем с воздуха. Далее осуществляем воздушное наблюдение. Ведем наблюдаемый объект до места задержания. Пока беспилотник ведет нарушителя с воздуха, на земле его уже поджидают силовики и сотрудники департамента благоустройства и экологии. Это не безнаказанно. Поэтому одним штрафом он не отделается. Одним протоколом. Мы также рассчитываем ущерб, нанесенный окружающей среде, почве, который предъявляем право нарушительным. Пока это первый опыт борьбы с несанкционированными свалками с помощью современных технологий. Но в планах ввести такую практику на постоянной основе. Вы хотели развить тему. Считаю, хотел бы сказать, наверное, комплимент, что этот сюжет достоин федеральных каналов. Значит, действительно, это первая ласточка. На прошлой неделе это было осуществлено. Есть договоренность, что это мероприятие будет продолжено именно силами этого летательного аппарата, который стоит на балансе Национальной гвардии. Время и места мы всегда с ними согласовываем. Но это является, скажем так, оперативной информацией. Дополнительно, буквально вчера на совещании у главы нам был презентован, скажем так, и подарен заместительным председателем комитета Губернской думы квадрокоптер. Ну, скажем так, с менее тактико-техническими характеристиками, наверное, которые уступает тот аппарат, который сейчас был в сюжете. Но мы его сейчас испробуем однозначно, он будет уже на нашем балансе. Мы можем его уже планировать, эти работы, так, как нам будет удобно. Там действительно чуть меньше высота полета, чуть меньше будет по времени он летать. Но я считаю, что ряд вот этих мероприятий, они позволят нам еще меньше сократить те факты, которые у нас имеются. Нарушители, пусть боятся. Нарушители, пусть боятся, да. И в том числе наши сюжеты и ваши передачи, они как раз, я думаю, среди нарушителей на самом деле очень серьезно работают сарафанное радио. И вот эти все сюжеты, они позволяют нам снизить нагрузку на окружающую среду. И даже вот тот факт, что вот это было буквально тоже неделю назад, не было зафиксировано ни одного факта, вот именно размещение, это тоже является результатом работы. Да. Ну, спасибо вам за такие комплименты. Хотелось бы, знаете, какую тему еще затронуть? Как вот выявляются свалки незаконные, да, вот эти несанкционированные, как они потом ликвидируются? Вот ваши задачи входят, их ликвидация, или они просто фиксируются, остаются, и вы привлекаете нарушителей для того, чтобы они ликвидировали? Или как все это выстраивается? Да, здесь в соответствии с 74-м законом, значит, до 2015 года имеется разграничение. На сегодня мы только осуществляем свою деятельность, наш департамент, да, в части предотвращения и фиксации правонарушений. Непосредственно средства на ликвидацию, если такие свалки есть, они находятся на сегодня внутри городских районов. И, соответственно, все данные, которые мы, допустим, аккумулируем, мы берем их от районов. Какие средства тратятся, есть, опять же, положительные тенденции, потому что мы ведем мониторинг и по средствам, и, соответственно, по количеству и объему этих свалок. Есть тенденция однозначно к уменьшению, если там 5 лет назад их было 400 свалок, то сегодня у нас там 100-130 в этом пределе. Они есть, к сожалению, опять же, хотел повторить. Эти данные мы, соответственно, берем у района, и районы организовывают ликвидацию этих свалок за счет своих собственных средств. Да, вот это важно тоже, не только зафиксировать, а со временем, конечно, лидировать. Наверное, наиболее проблемный такой район – это частный сектор со свалками, или нет, или это ошибочное мнение? Ну, в части коммунальных отходов действительно есть проблемы в этом, потому что задача, которая была поставлена главой города, максимально заключать договора нового соотходов. Но на сегодня у нас из порядка 23 тысяч домовладений заключено только половина, то есть порядка 50% договоров. Стоимость по этому договору в соответствии с постановлением 65 рублей с человека – это не такие большие деньги, хотя, наверное, все относительно. И все равно на сегодня есть какое-то недопонимание у людей, проживающих в частном секторе. Причем я хотел бы отметить, что это люди не то, что там с каким-то достатком минимальным или там со средним, а есть достаточно обеспеченные люди. И, как пример, у нас девятая просека, да, где на шестом разворотном кольце, это пенсионат Самарский, стоит четыре бункера, с которых выводят у нас муниципальные предприятия «Жиллидер». Там единичные договора на вывоз отходов. Единичные. А вы, если представляете, кто там и кто-то проживает, какие там особняки стоят, сколько там в эти особняки вложены. Вот на сегодня вот такая тенденция, к сожалению, существует. Надеемся, что она изменится в связи с изменением в законодательстве и когда у нас появится все-таки региональный оператор. Значит, сроки его все время переносятся. На сегодня, вот по информации, полученной от вышестоящих источников, это, наверное, конец года, а то и, скорее всего, мы, наверное, на 2018 год уйдем. А напомните, пожалуйста, про регионального оператора. Что это за инициатива? Что будет выполнять? Какие функции? Здесь получается, что все будет сосредоточено в одних руках. Значит, региональный оператор у нас в соответствии с региональной схемой очистки, которая утверждена в Москве, на территории Самарской области будет три региональных оператора. Основной объем отходов, который планируется транспортировать и размещать, будет Самарский, так называемая региональная, Самарская такая территория, Тольяттинская и Созранская. Значит, будет единый, скажем так, оператор, который будет заключать договора со всеми отходообразователями, как физическими лицами, так и юридическими лицами. Все средства будут аккумулироваться у этого регионального оператора. А уже он на основании проведенного конкурса будет выбирать себе организацию перевозчика, который, соответственно, транспортирует отходы. Здесь есть определенные плюсы однозначно, потому что эти средства будут целевые, это средства будут в том числе прописаны в законодательстве, в том числе на ликвидацию свалок. Но я предвижу, потому что все, что новое, оно может, конечно, быть внедрено с определенными, наверное, трениями. Да, это уже типичная ситуация. Хотелось бы еще узнать, в связи с тем, что все-таки год экологии, в планах департамента что-то меняется, усиливается работа экологического направления? Может быть, финансирование тоже увеличивается? Вот что предусмотрено на этот год? Как это будет отражено в этот год? Ну, финансирование у нас остается, наверное, на прежнем уровне. Достаточно, наверное, больная, я бы сказал, даже серьезная тема. Ряд тех мероприятий, которые из года в год у нас, в принципе, планировались, они запланированы и на этот год. Дополнительно по поручению главы в этом году разрабатывается непосредственно, несмотря на то, что финансирование, опять же, достаточно серьезная проблема существует, дополнительно разрабатывается программа, где видение все равно сделать определенные, и спланировать определенные мероприятия с расчетами, которые могли бы внедриться. Потому что, ну, как пример, год экологии, вот этот квадрокоптер, он закуплен за счет спонсорских средств. То есть это является причиной привлечения дополнительных внебюджетных средств в том числе. Поэтому, помимо, еще раз хотел бы отметить, тех средств, которые у нас ежегодно предусмотрены, буквально, да, на прошлой неделе у нас заключено соглашение с Самарским филиалом Русского географического общества, где также имеется план этой традиционной месячники, это круглые столы, это проведение субботников, это, вот уже и одобрено главой ряд дней, которые день большой Волги, день проведения без автотранспорта, провести совместно. То есть задача еще привлечь как можно больше, ну, скажем так, народных масс, волонтеров в эти движения, чтобы больше участвовать, участвовать. Да, и почти каждый к этому приобщился. Что дополнительно, планируется и уже проведен конкурс на лучший рисунок. Достаточно серьезно подошли ребята, это как дошкольники, так и школьники. Значит, и лучшие работы мы планируем по аналогу, значит, это двухлетней давности провести, сделать раскраску. Приняли буквально все школьные образования, было отобрано, значит, 16 лучших работ, которые вот в таком формате мы разместим, и будет вот лучшая работа в такую, ну, я считаю, хорошую такая идея, правильную. И мы планируем ее вот в мае окончательно оформить и к Дню эколога максимально раздать. А где вот такие раскраски будут распространяться? Мы как по департаментам образования, так и администрациям районов всем раздадим. Это будет тираж, если он будет востребован, то мы его увеличим элементарно. Хорошая еще одна хорошая новость. В том числе, еще раз говорю, это вот бюджетные средства, там они будут минимальные. Будет востребованность, причем я вне бюджета, я не сомневаюсь. Да, хорошо. У нас есть сюжет, вы уже сказали про сотрудничество с Русским географическим обществом. Давайте посмотрим и продолжим разговор. Город, в котором дышится легко. За последние два года Самара в экологическом рейтинге Министерства природных ресурсов России поднялась на три строчки вверх. Это результат повышенного внимания к сохранению природных ресурсов. Только за последние два года незаконных свалок в городе стало меньше в несколько раз. Соглашение о сотрудничестве между администрацией Самары и Русским географическим обществом – новый шаг в улучшении экологической обстановки. Безусловно, тот ресурс, которым обладает Русское географическое общество и в образовании, и в просвещении, и в оценке экологического ущерба – это мероприятие, которое внесет очень серьезный вклад в экологическое оздоровление нашего города. Вместе с общественниками будут проводить образовательные акции для молодежи, викторины для дошкольников, очистку от мусора парков, скверов, зеленых зон, озер и рек. В этом году начнут чистить воронежские пруды, а рядом со школами и детскими садами установят специальные контейнеры для раздельного сбора мусора. Переходно-экологическое обращение с отходами – одна из задач большой городской программы. С нами разработана трехлетняя программа экологическая, там применены новые совершенно подходы. Очень много вопросов уделяется для совместного решения с общественными организациями, с общественностью. Я думаю, что вот такое отношение, партнерское, дружеское, позволит нам задачи, поставленные по наведению порядка в городе, решать гораздо быстрее. Очень важно, чтобы тот акцент, который сейчас делается на экологическую проблематику, сохранился на все последующие годы. Бережное отношение к природе – задача не только властей и общественников. Это касается всех жителей. И каждый может помочь родному городу стать еще чище. Нами ведется уже на сегодняшний момент очень серьезная и глубокая карта, интерактивная карта, на которую наносятся места, где незаконно складируется мусор. И то, что мы сегодня увидели вот это подписание, это очевидно говорит о том, что все граждане Самарской области могут реально принять участие в том, чтобы наш город, наша область стала чище. Наша основная задача всех вместе – сделать город чище. Чем больше общественных организаций, жителей включатся в этот процесс, тем будет лучше для нас, для всех, для города. Сделать чище воздух помогает постепенный переход на автобусы на газомоторном топливе, что существенно снижает количество выбросов вредных веществ. Идет работа над законодательной инициативой по снижению транспортного налога на машины на газу. Рассматривается и вопрос строительства дополнительных газовых заправок в Самаре. Ну еще одна специфика нашей местности – это то, что у нас очень протяженная береговая линия. Скажите, пожалуйста, в преддверии лета, мы дождались весны, теперь ждем лето, какая будет работа вот в этом отношении департаментом выстроена, потому что у нас и пляжи, и отдыхающие, и так далее. С 2009 года спланированы мероприятия по очистке береговой полосы Саратовского водохранилища, помимо этого рек Татьянка и Самара. Очень серьезные финансовые там есть средства, заложенные в бюджете. Здесь, наверное, и совместные мероприятия, опять же, с профильным министерством были спланированы на первоначальном этапе, потому что средства были потрачены на приобретение сборно-разборных контейнерных площадок, на приобретение контейнеров. И ежегодно спланированы эти средства на непосредственную организацию сбора и вывоза отходов. По левому берегу Саратовского водохранилища река Волга, да, и на малых реках у нас устанавливается 18 специально 18 бункеров-накопителей. И с правой стороны это, скажем, очень достойное внимания мероприятие, потому что я знаю, что в других городах эта проблема существует и страдает население от этого. С правой стороны 24 места спланировано, где будут размещены сборно-разборные контейнерные площадки с установкой на них контейнера, и где будет организован непосредственно вывоз отходов. Непосредственно, если с левой стороны мы говорим, в смысле, транспортом грузовым, а с правой стороны еще и с привлечением водного транспорта. То есть, вот, допустим, мы знаем проблему в Рождественной, где отходы являются золотыми, если их перевозить, да, то вот в этой части население достаточно активно, да, мы понимаем, что в летний период мигрирует, скажем так, на противоположную сторону от города, отдыхает, это нормально. Сейчас мы, опять же, видим тенденцию к тому, что люди привыкают к этим площадкам, и те отходы, которые они там образовывают в результате своего отдыха, они размещают непосредственно на этой территории, на этих территориях, где места определены непосредственно на эти контейнерные площадки. В этом году уже на этой неделе у нас будут проведены непосредственно аукционы, три аукциона, это вот то, что я говорил, непосредственно централизованного вывоза отходов, и на следующей неделе еще один аукцион, это будет связано с непосредственным вывозом отходов, сбором отходов, ну, скажем, методом субботника. То есть это мы берем площадь, где, скажем так, работники проходят с мешками и собирают тот мусор, который, к сожалению, еще есть. Да, и еще вот хотелось бы у вас узнать, тема получения прибыли от отходов, от их переработки, еще и от чего-то, она изучается? Как-то можно ее тоже у нас реализовать, потому что по всему миру мы знаем там, что это тоже прибыльное дело, а у нас как с этим обстоит? Здесь достаточно сложный вопрос, и спорный где-то, но хотел бы отметить влияние, наверное, экономических механизмов на... Ускорит, да, вот этот процесс? В том числе, что является, не то что новшеством, но мы видим, да, что за счет внебюджетных средств, но сегодня на контейнерных площадках у нас установлено порядка 850 контейнеров для раздельного сбора. Это первый этап, скажем так, для сбора PET-бутылок. Это уже более 50% контейнерных площадок, которые у нас в черте городского округа. Вот на них установлены, еще раз повторю, эти контейнера. Везде, еще раз повторю, это за счет внебюджетных средств. Это в основе своей делали организации-перевозчики. Заинтересованы в этом все, в принципе. Здесь мы видим уменьшение объемов отходов непосредственно на полигоне. Это вовлечение дополнительных объемов материала во вторичное использование. И мы видим, опять же, меньше отходов везется. Эффекты есть. Есть. Наше время, к сожалению, вышло. Спасибо большое за информацию по этой очень важной и серьезной теме. Приходите к нам еще. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!